Бампс! Так вот, что нужно было сделать? Собственно, люди уже сделали, поэтому я уже сохранил результаты, и сейчас вы можете их увидеть. Оп! Так вот, победители, пожалуйста, напишите мне в инстаграм то, что вы выиграли, и мы с вами свяжемся и решим, как вам отправить лучше всего подарок. Также напишите все свои данные. Ну, а мы возвращаемся к нашей смеси Элеон, и знаете, вот я когда забивал чашечку этого чая, у меня было такое ощущение, что кто-то подкрадывается к моей жопе. Вот такого вот примерно мнения я о всей чайной продукции на данный момент. Но не будем скрывать такой вещи, что чай сейчас очень популярен. И кто помнит, что я где-то в 2019 году, в середине 2019 года, говорил о значении чая на нашем кальянном рынке, на полках в кальянных. Так, давайте, чтобы не перегреть, я начну потихонечку его раскуривать. Так вот, давайте теперь потихонечку раскладывать все по полочкам. Что у нас есть? У нас есть вот такие вот коробочки. Это Элеон Профессионал Хука Блэнд. Давайте почитаем наша любимая рубрика. Элеон смесь для кальяна на основе чайного листа премиального качества. Наверное, принцесса Нури. При изготовлении мы используем индийский чай, точно, принцесса Нури. Сорта Нилгири. Средняя крепость может использоваться на чашках любой формы. Вкусовая линейка разработана лучшими кальянными мастерами России. Странно, ведь я же нихуя не разрабатывал для Элеона. Очень странно. Походу, пиздят. Так, состав. Чайный лист, миласа, глицерин, натуральный ароматизатор. И, конечно же, ребята используют никотин для того, чтобы реально оправдывать то, что они пишут в описании, средняя крепость. Потому что без никотина чай не может быть крепким в плане курения. Потому что мы просто с чайного листа выкуриваем ароматизаторы. Так, вот в такой вот обойме у нас идут вот такие вот пачки. И давайте, собственно, на примере вкуса черного и содового мы продемонстрируем. Вот такая вот пачечка. Взади у нас идет голограммка. И, собственно, вся подробная информация о данном продукте. После того, когда мы вскрываем голограммку, у нас появляется вот такой вот 50-граммовый пакетик. Очень хорошо загерметизирован. И, соответственно, с хорошим вакуумом. А это еще не все. У нас здесь есть еще сюрприз в виде наклеечки. Я знаю, что вы любите собирать такие наклеечки. И вот давай, если ты кальянщик, либо кальянный мастер, либо просто делаешь кальяны в заведении, и у тебя есть плитка, а над плиткой есть ковшик вытяжки, и если она у тебя вся наклеена разными наклейками, ставь лайк обязательно и пиши в комментарии, чтобы мы знали, куда надо будет прийти и посмотреть, сколько у тебя, блядь, наклеек. Это на самом деле очень удобно, потому что в такой упаковке неудобно хранить табак на рабочем месте. Проще заказать каждого вкуса по 5 пачек и переложить все это в контейнеры. И вот так вот аккуратненько все заклеить наклеечками, чтобы было всегда понятно, где какой вкус. Что касается самого табач, чайного сырья, чайного сырья, оно в данном случае оно жесткое, то есть в чашку оно прям падает, но при этом оно вообще с друг другом не слипшееся. Немного сделал и максимально разрыхлил и уклав в чашечку. Здесь все идеально. По сиропости немного суховато, а ты знаешь, что если там сухо, не кайф. И если прям очень мокро, то подозрительно, что что-то не то. Поэтому немного суховато. Так вот, идем дальше. Что касается именно курения. Насчет крепости средней, наверное, скорее всего, это рассчитано на какую-то более начинающую категорию курильщиков. Потому что для меня это и не легко, и не средне, и не крепко. Просто вкусно. Что касается такого, знаете, ощущения курения, накуривания абсолютно нету, но при этом это приятно курить в плане аромки. Потому что, как мы все знаем, и для вас это давно уже не секрет, что лучше всего аромка ложится на чайный лист. Вот давайте не будем нахуй пиздеть. Вот куда-куда, а на чай аромка ложится пиздата. Я пробовал кучу разных производителей, и везде аромка наложена нихуёво. Кроме, конечно же, кобры. Потому что там не пришей к пизде рукав, и непонятно, что, блядь, вообще я курю. Здесь же в Элеоне всё кардинально понятно. Есть обойма, есть 50-граммовые пачки, которые, сейчас примерно вспомню, сколько они стоят. Около 170-210 рублей. Вот где-то в этом диапазоне. И что? Что мы получаем? Мы получаем хороший продукт с хорошей ароматикой, но без крепости, соответственно, да, потому что это чай. Но для ароматики, именно для более яркой чашки при смешивании с табаком получается всегда пиздато. Я это всегда говорил, что чай в чистую я, в принципе, не курю, но замешать с табачкой для более яркой аромки вообще за глаза, да, то есть даже не буду возникать. И на данном моменте, то есть, да, то есть до того, когда нас всех закрыли на карантин, было понятно, что чайные смеси нихуёво так обосновались в кальянах. Я это могу объяснить тем, что я это лично видел. Я работал во многих кальянных, в разных городах, и везде присутствовал какой-то чай. А для чего это нужно? Для того, что потихонечку наша кальянная такая движуха, именно курение, не нас, типа прошаренных ребят, да, в этой движухе варящихся, а обычных гостей, приходящих в заведение, для них сейчас уже большой роли не играет крепость. Им нужен тот объект досуга, с которым они могли бы взаимодействовать. Это кальян и чай. То есть чай, который пить, и кальян, в котором тоже, возможно, может быть забит чай. Почему нет? Я вот сейчас сижу, курю. Я знаю, что я не начну от него сильно кашлять. Я знаю, что если не накидывать 4 угля, как я это сейчас сделал, а накинуть 3, то я не буду вообще испытывать никаких проблем с этим кальяном. Я буду просто сидеть и наслаждаться вкусом и дымом. То есть зачем большинство людей и приходит в кальянную? И когда-то я говорил, кто, наверное, помнит, да и сейчас скажу, что в скором времени чай, именно табачная продукция, кальянная продукция на основе чая, она, возможно, перегонит табачку. Я не говорю, что это будет очень быстро, но в какой-то момент люди осознают то, что, блядь, давайте-ка я просто покурю дым и вкус. Не хочу я ваши танжи, дарксайды, дафты. Я хочу чай, блядь. Вот такая хуня скоро произойдет, и я вот, когда это говорю, я чувствую, что опять кто-то к моему очку пытается подкрасться. Это очень плохо, такое ощущение, и ты понимаешь, что будет полнейший пиздец. Что касается самой смеси Элеон, я попробую сейчас примерно рассказать. В ней 24 вкуса. Из них я, наверное, прокурил больше половины, а может даже и почти 20 вкусов, и вот этот 21 вкус. И готов немного растолковать, что вообще к чему идет, да. По курению отлично, без потусторонних вкусов, присутствует маленький вкус чая, но он больше, наверное, придает какой-то изюминке данному продукту. По ароматике почти все вкусы соответствовали действительности. Если написано, блядь, малина, то, сука, там будет малина, и курица она будет как малина, а не как хуй пойми, какие забродившие ягоды. Что касается именно крепостей, здесь спорно. Кому-то это будет прикольно, кому-то это будет вообще непонятно что, и он просто попыхтит и подует воздух. Касаемо жаростойкости, здесь тоже все окей. Жар держит нормально. Если обильно курить и не забывать про кальян, то будет все хорошо. Но есть один-один огромный-огроменный минус. Это блядский чай. Это не табак, это не алкогольное хорошее пиво, это безалкогольное пиво, которое ты просто пьешь и толстеешь. Примерно с чаем то же самое. Ты не накуриваешься, ты просто куришь, и ты курильщик. Как-то примерно так. Я знаю, что табак уже поступил в продажу, он активно уже продается. И давайте посмотрим, какие вкусы у меня остались. Так, малинка, лимонный пирог, фисташки, я обязательно попозже прокурю. Мята. Мяту можно вообще выкинуть, это самый ненужный вкус, который может только существовать. Стронгберри, вайлдбери, вайлдчерри, жасмин, кстати, тоже нужно будет покурить, сладкая груша, и манго. Вот такие вот вкусы у меня остались, остальные вкусы типа а-ля брауни, хуяуни, я уже скурил. Поэтому, ребятулечки, кто уже курил элеон, отпишите в комментариях, также напишите в парочку слов в комментариях, что вы думаете вообще о чайном сырье, который должен присутствовать в кальянных, либо будет присутствовать, как вы к нему отнесетесь, положительно, либо отрицательно. Поэтому вот такой вот маленький, быстро обзорчик на элеоны Санкт-Петербурга, который является чайной смесью, и причем, заметьте, хорошей чайной смесью, которой реально приятно курить. Поэтому бай-бай, ребятки, не болейте, сидите дома, мойте свои ручки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok